Привет, друзья! С вами снова на связи Александр Кушнарь на канале Ньюсейда. Россия снова в центре международного скандала, опять же, в связи с вызванной ей уже проблемой, проблемой аннексированного Крыма. Российское посольство в Токио потребовало от Международного Олимпийского комитета и Токийского оргкомитета Олимпийских игр, чтобы они немедленно изменили карту на своем сайте, карту, на которой Крым, опять же, изображен украинским. Еще несколько дней назад он был по ошибке провайдера, как заявили в МОК, изображен российским, и по требованию украинского посольства немедленно карта эта была изменена. Тогда Крым, как я уже сказал, был российским, и он теперь снова украинский. То есть, перейдем в соответствии с нормами международного права и представлениями цивилизованного человечества о том, как выглядит география. Но Россия это единственная, как известно, страна, которая не согласна с такой трактовкой событий. Она настаивает, что Крым является ее собственностью. В действительности, все цивилизованное человечество признает, что Россия захватила Крым в 2014 году, незаконно присоединила его вместе с гражданами. А тех граждан, которые не согласились получать российский паспорт и жить под российским сапогом, Россия беспощадно преследовала и продолжает преследовать, в том числе в уголовном порядке. И вот это российское посольство пишет на своей странице в Фейсбук. Крым, говорит она, является неотъемлемой частью Российской Федерации. Вопросы его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыты. Исходим с того, что МОК и Оргкомитет Токийской Олимпиады несут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображения Крыма в соответствии с очевидной правовой и объективной реальностью. Говорится в этом официальном сообщении. Далее российское посольство утверждает, что Крым вернулся в состав России в результате свободного воли изъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами. Но то, что все это сообщение является ложью от начала до конца, и так понятно. И так понятно, что мы здесь встречаем типичные пропагандизмы, в том числе, которые произносил лично Владимир Путин. Например, что вопрос о Крыме окончательно бесповоротно закрыт. Тот факт, что Путин и его комарили не устают повторять, что этот вопрос закрыт, показывают, что как раз-таки они очень обеспокоены тем, что вопрос этот отнюдь не закрыт. Наоборот, он открыт для всего международного сообщества, которое требует от России немедленно передать Крым обратно под юрисдикцию Киева. И далее, конечно же, еще одна грандиозная ложь о том, что изображение Крыма российским – это очевидная и правовая объективная реальность. Но, конечно же, все ровно наоборот. Международная правовая реальность заключается в том, что Крым является украинским. Ну и далее, наконец, еще одна ложь, которую нас российский режим пытается кормить уже восьмой год, заключается в том, что якобы Крым был присоединен к России в результате якобы свободного референдума. В действительности мы знаем, как этот референдум проходил. Он проходил под дулами автоматов. 20 тысяч военнослужащих России, которые прикинули самооборону и Крыма, в общем-то, и стояли за спинами тех самых избирательных комиссий, которые работали в 2014 году, и благодаря которым, собственно, и получила позиция о том, что Крым должен войти в состав России 99% голосов. И все это, конечно, очень смешно, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что все это демонстрирует, что российский режим совершенно не хочет мириться с тем, что он является международным преступником, что он является в этом смысле абсолютно изолированным изгоем. Российский режим пытается раз за разом навязать свою позицию, потому что помним, что ведь ровно такая же история произошла сравнительно недавно на чемпионате по футболу, когда российских властителей возмутил тот факт, что теперь украинская национальная сборная по футболу будет носить футболки с изображением Крыма в качестве части Украины, и что там будет также звучать лозунг «Слава Украине, героям слава». И вот тогда российский режим точно так же требовал от УЕФА, вот опять же организаторов, собственно, спортивных игр, чтобы они каким-то образом повлияли на украинскую национальную сборную, чтобы та вот эти футболки, вот эти символы убрала. И естественно, что Россия потерпела и тогда полное поражение, потому что, опять же, УЕФА является международной структурой, как и МОК, как и Токийский Олимпийский, собственно, оргкомитет, и все структуры за пределами России, как известно, следуют международному праву. Это ведь только на территории России черное называется белым, а кошка называется собакой. Разумеется, УЕФА тогда, так же, как и сейчас, Международный Олимпийский комитет отказался называть черное белым, и, естественно, что все вот эти символы на украинских футболках были сохранены. И вот тут возникает вопрос, а зачем вообще Россия делает это? Зачем она позорит тебя? Зачем она выставляет тебя в качестве клоуна? На самом деле, все это объясняется очень простым моментом. Дело в том, что Владимир Путин специально создает такую вселенную, в которой собаки мяукают, трава называется небом, черное называется белым, а Крым считается расистским. Дело в том, что Путин только в искаженной реальности, в реальности, в которой все перевернутое с ног на голову, может чувствовать себя конкурентоспособным, особенно когда он подкрепляет эту свою конкурентоспособность, опять же, дулом автомата. В обычной человеческой реальности, которая признается всеми, Владимир Путин будет попросту не конкурентоспособен, он будет самым обычным бандитом-захватчиком с большой дороги, что называется гоп-стоп, вот и все, что может предложить Владимир Путин миру, все, что он может предложить ему, это, в общем-то, ядерные угрозы, агрессию, и вот это то, за счет чего он добивается разговора с ним. И, разумеется, что если у него отнять вот эту вот его выдуманную им реальность и отнять у него оружие, то Владимиру Путину нечего будет предложить миру, и он это прекрасно понимает. И вот в тот день, когда он окажется без ядерного оружия, без автоматного дула и без вот этой выдуманной им пропагандистской реальности, в этот самый момент он будет забыт, как абсолютно ненужный, неинтересный, скучный маленький чиновник, который просто совершенно случайно получил, по большому счету, свою должность. И, разумеется, что мир никогда не смирится с этой путинской реальностью, и тот факт, что Международный Олимпийский комитет резко и быстрее реагирует на требования украинского посольства и совершенно, конечно же, никак не хочет реагировать на требования посольства России, показывает, за кем на самом деле правда, у кого реальная сила, реальное влияние в мире с точки зрения международного права, и как вообще будут решаться подобные кейсы, в общем-то, во всех международных инстанциях. От Европейского суда по правам человека, куда Россия сейчас подала заявку против Украины, и заканчивая вот подобными спортивными мероприятиями, как это, везде вопросы будут решаться именно в пользу Украины, там, где речь идет о споре об аннексированном Крыме, о захваченном Донбассе, вообще о международных преступлениях России, которые она совершает, начиная от Грузии и заканчивая Сирией. И это, на самом деле, дает нам надежду на то, что, в конечном счете, российский режим рассыпется в прах, его карточный домик рухнет однажды. Именно потому, что мы видим, что Россия не опирается на международное право, Россия опирается на выдуманную российскими пропагандистами и лично Путиным несуществующую виртуальную псевдореальность, тогда как Украина и все международное сообщество опирается на реальность, согласно которой дважды два-четыре, а Крым является украинским, а британский сменец Defender проходит не в нарушении международного права в российских водах возле Крыма, а он проходит в соответствии с международно признанным коридором рядом с Крымом, который является украинским, он проходит в украинских водах. И мы видим, что раз за разом Россия терпит поражение в подобных ситуациях. Да, иногда отдельные, так сказать, скажем так, человеческие факторы могут немножечко играть в пользу Путина. Ну, например, когда Меркель, в общем-то, вероломно на самом деле, начинает настаивать на том, чтобы Северный поток-2 был построен и шантажирует на самом деле американского президента, который вынужден идти у нее на поводу только для того, чтобы сохранить хоть как-то это трансатлантическое единство. Такие истории периодически случаются. И да, иногда они, эти истории, очень больно бьют по международному праву. Да, иногда Запад отклоняется от этой политики ценностей. Но это просто отклонение, это девиации, которые на самом деле единодушно признаются в качестве девиации со стороны всего международного экспертного сообщества и, между прочим, очень многих стран. Ведь я напомню, что сделку по Северному потоку-2 не признают и считают абсолютно ошибочно не только все независимые эксперты, независимые от непосредственно немецкого правительства, но и целый ряд стран, например, Литва, Латвия, Эстония, Польша, считают эту сделку на самом деле позорной и предательской в отношении трансатлантических ценностей и конкретно Украины. Так вот, такие девиации бывают. Ничего тут не поделаешь. Иногда дождь происходит, погода не может быть все время солнечной. Но, тем не менее, это не означает, что на самом деле небо является черным и что дождь это навечно. Нет, дождь это не навечно, тучи когда-нибудь рассеются и снова появится солнце. Мы видим, что в основном, практически в абсолютном большинстве случаев, а тем более, когда речь идет именно о международном праве, о границах, то есть, когда речь идет попросту о документах, тогда каждый раз Россия терпит просто-напросто очень серьезное поражение, просто вдребезги проигрывать ситуацию, а Украина выходит победителем. И в этом смысле на стороне Украины долгосрочная победа. В стратегическом смысле Украина побеждает Россию. И вот такие серии ситуаций, как, например, мы имеем в даже спортивном мире, они показывают это. И, между прочим, что интересно, ведь российская сборная на этой Олимпиаде, токийской, выступает, опять же, без национальных символов, без флага, без герба и без гимна Российской Федерации. Это опять неопознанные человечки, вот прямо как те самые, которые захватили Крым. Для России, на самом деле, то, что сейчас произошло на этой Олимпиаде, это двойное поражение. И оба этих поражения, выступления национальной сборной под нейтральными символами, и то, что Крым на сайте Олимпийского комитета изображен в качестве украинского, это все следствие, опять же, исключительно российских военных преступлений. Или просто преступлений. Ну, потому что в случае с Крымом там речь идет, конечно, о вооруженном захвате территории. Ну, а в случае с тем, что сейчас российская сборная на Олимпиаде выступает под нейтральными символами, это прямое следствие того, что Россия на государственном уровне поддерживала допинг. И, в общем-то, опять же, заслуженно получила. Опять же, это еще раз демонстрирует, что международное право и международные структуры будут наказывать Россию. Россия будет постоянно оказываться за бортом международного права. И, в общем-то, не только международного права, но и в практическом смысле Россия будет терпеть вполне реальное поражение. Скоро, ну, относительно скоро в исторической перспективе мы, несомненно, увидим. И в том числе решение международных судебных инстанций, которые будут признавать Россию агрессором. Эти международные инстанции работают очень долго, начиная, например, от ЕСПЧ и заканчивая другими какими-то трибуналами. Или даже вот арбитражными судами. Но все равно эта веревочка, хоть и долго вьется, но она, как видим, рано или поздно приводит все равно к тому, что агрессор признается агрессором, преступник признается преступником. И дело того же малазийского самолета это показывает, как сейчас позорится Россия в судах. Так же, как она позорится сейчас вот в связи с этой историей, что футбольными майками, что в связи с вот этой вот историей с МОК. И что интересно, конечно, особенно забавно, что вот та новость, которую я сейчас зачитал вам, она ведь изложена в интерфаксе на сайте вот этого агентства, которое формально является как бы независимым от российских властей. Но что забавно, что сама заметка написана так, будто бы ее писал какой-то деятель из МИД России. То есть журналист совершенно не следовал каким-то элементарным основам профессиональной этики, которая обязывает его, по крайней мере, дистанцироваться от ситуации. И вот он, этот вот автор, пишет, что, мол, ранее карта была опубликована с правильными границами. Это я цитирую, с правильными границами, но после просьбы МИД Украины Крым присоединили к Украине. То есть, двумя словами, автор вот этой заметки тем самым солидаризируется с незаконными требованиями российского режима. И тем самым он, этот вот автор, опять же, переходит грани профессиональных стандартов. Но о каких профессиональных стандартов, впрочем, я говорю, если и интерфакс, и ТАСС, и новость являются не более чем рупорами российской пропаганды. Пропаганды вот той самой, которую Путин использует, опять же, чтобы создать свою собственную несуществующую вселенную. Ну что ж, в этой вселенной Владимир Путин, может быть, и просуществует, но срок жизни этой вселенной, выдуманный Путиным, ограничен исключительно биологическими годами Владимира Путина. И ждать осталось не так долго. Спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на Ньюс Эйдер и при желании поддерживайте нас через платформу Патреон и другие ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. Я Александр Кушнарь, не прощаюсь с вами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok